This is UFM This is UFM This is UFM We could hear her song with Antoine Clamaran The track of Live Your Dreams This is UFM And now Saraya is in the studio It's very nice to help me in the conversation The woman named Olya Žukov Good morning, I'm talking to you Hello, Saraya Hello, hello Good morning Good morning Well, if our audience knows you as a person working in the club Tell us about your work with Antoine Clamaran on the track of Live Your Dreams Can I tell you some words about you working with Antoine Clamaran? Because we are working on dance music as well And it's extremely interesting for us Yes, well, I met Antoine Clamaran with one of his big hits Gold in Spain And the first time that I hear it I said I want to work with him You know, because we have a very similar style So definitely we got in contact We made this song, Live Your Dreams And with that message, you know We wanted to show the people that your dreams come true And obviously people have been dancing this song in Ibiza in Spain And finally it got here And I'm really glad that you like it Well, actually, I met Antoine Clamaran I learned about him When he released his first single Go Out And I told myself that I want to work with Antoine Clamaran I got in contact with him And we agreed to write the next track Which is called Live Your Dreams And I can say, that I have a idea of this track Of the fact that everyone should believe in their dreams And their dreams must always be to be successful This track became popular And in Ibiza And in the various countries And I'm glad that he finally came to Russia Well, there's no doubt There was no doubt There was any doubt So, you know So, there was any doubt Of pop music In terms of the fact That they were in club industry In club industry There was no doubt There was any doubt о поп-музыке, что ты делала поп-музыку раньше. То есть, аудитория, аудитория, что ты превратила к танцевому стилю? Нет, они очень рады, что я это изменила. Я надеюсь. Нет, на самом деле все очень рады и очень счастливы, потому что я изменилась танцевальной музыкой. Разумеется, нельзя спросить о конкурсе Евровидения 2009. Какие эмоции у тебя присутствуют от этого конкурса? Это не секрет, что очень многие люди в Европе и в России, в частности, с большой иронией относятся к этому конкурсу и говорят, что на самом деле все это игры политиков и так далее и так далее. Не секрет, что многие люди очень ироничны в этом конкурсе. И они думают, что это политическое, и все эти политические игры, и не музыка. Какие твои эмоции о этом конкурсе? Вы знаете, я получила лучший момент. Я получила возможность представить мою страну. Я не знаю, если это про музыку, если это про политику, но я вам скажу, что после этого Европы меня знает, и я в вашем стране делаю музыку, и я рада быть здесь. Так что я не знаю, что происходит в конкурсе, я не знаю. Я бы хотел узнать. Очень интересно будет узнать, на самом деле... Ответь, пожалуйста, на вопрос. Да, на самом деле я не знаю, есть ли там политика и что за кулисами, политическими кулисами этого конкурса происходит. Я музыкант и могу сказать, что после этого конкурса, я принимала в нем участие в 2009 году, меня узнала вся Европа, и к моему счастью я приехала и в Россию, и все благодаря этому. На самом деле, насколько я знаю, в Испании потрясающая музыка, и очень хочется, чтобы непосредственно люди, которые занимались твоим промоутированием в Испании, побольше тебя продвигали в Россию. Это очень интересно. Я лично знаю, что в Испании музыка просто потрясающая, и я бы хотел, чтобы твои промоутировки бы тебя очень сильно в России. Я очень люблю тебя здесь, и, вы знаете, это мой третий раз в городе, и я действительно люблю Москву. Я хочу приехать, и я люблю твоих людей. На самом деле, я ощущаю эту любовь к российской аудитории, я очень счастлива, и могу сказать, что это третий мой приезд в Москву, и только самые светлые, самые теплые ощущения и эмоции в отношении Москвы. Я люблю этот город. Это потому, что российской душе не хватает испанского жара. Может быть, это потому, что русская душа нужна испанского сердца. О, да. Испанского страсти. Да. Страсть, страсть и сила. Мы можем вместе работать неплохо. Еще один такой необычный вопрос. Я думаю, что для нашей аудитории это будет очень интересно знать. В биографии Сарая написано, что она обучалась актерскому мастерству, но прервала обучение, чтобы стать стюардессой. Почему так произошло вообще? Еще одна вопрос. Я думаю, что наш аудитория хочет узнать. Потому что я вижу в биографии, что вы учились в школе актерской, очень классно, но потом вы уйдете, чтобы стать специалистом. Это правильно? Да, рынок был очень плохим. Были слишком много актеров, и я была слишком молода. Я никогда не смогла в школах. Но наконец, жизнь, наконец, достичь, поставила меня, где я должен был быть всю свою жизнь. На самом деле, экономическая ситуация была такова, что актеров и актрис было много, а работы для них не хватало. И я была вынуждена стать действительно стюардессой. Но судьбу не обманешь, и в итоге она вернула меня в лоно актерской профессии. Я очень этому рада. А можно еще попытаться совместить певицу и стюардессу, и петь на борту для публики? На самом деле, в профессии стюардессы что-то есть от актерства. Ты иногда должен и попеть в микрофон, а с некоторыми пассажирами должен быть настоящей актрисой. Поэтому профессия стюардессы не так проста, как кажется, и они с актрисой схожи. Можно проводить еще закрытые вечеринки на самолетах. Есть такая британская группа Booty Love. Booty Love. Booty Love. Now about this. Они проводят вечеринки, собственно, на борту самолетов иногда для частных лиц. So Booty Love organized some parties on the airplanes. Yeah. Private parties. And also, you know, we have a route, Madrid, Ibiza, every summer time with a Spanish air compass. And there's DJs playing on the flight. So I want to sing there. I want to sing there. So I want to wish good luck to Saraya. And I want the promoters to push you in Russia and new music and new dance hits. So good luck. And now you have a chance to say some words to all Russian audience. Well, thank you for receiving me here because it's a big pleasure. Well, I hope to come back very soon. I hope to give you more hits. And I hope to make all the Russian people dancing on the dance floor. All the times that you want. So yeah, I would like to say something to them. It's something like... When you live your dreams, live your life, happiness is now forever. I want you to... Thank you. Yeah, I want to say, Saraya says, I want to say, that I will try to write a lot of good dance music, a lot of hits. And my favorite Russian audience also will hear it. Thank you very much. Thank you very much. Right now on UFM, the song Saraya and Antoine Clamaran. Leave your dreams. Goodbye. I love you.